Сотни врачей и ученых-медиков из 16 стран мира приняли участие в международной конференции по детским орфанам и эндокринным заболеваниям. Ее организовал Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Одна из главных тем — генетические исследования для точной постановки диагноза и выбора персональных методов лечения. В этой сфере российским специалистам удалось совершить целый ряд прорывных открытий. О том, как новейшие технологии уже сегодня помогают маленьким пациентам, репортаж Алены Рогозиной. Что такое дом, Павлик пока не знает. Первый месяц своей жизни он провел в больнице. Врачи предполагают у него наследственное заболевание эндокринной системы. Причину не могли долго понять. Целый месяц так и что-то какие-то подозрения были. Вот у нас забрали сегодня кровь, чтобы отправить ее в Москву на анализ. Для определения редкого недуга необходимо генетическое исследование. Прочтение ДНК в лаборатории Института персонализированной медицины Национального центра эндокринологии занимает несколько часов. ДНК видно буквально четверть секунды, если потрясти или вот так разогнать в центрифуге. Но когда не знаешь, что выглядит, как будто пробирка с обычной чистой водой. Передовой метод обследования — единственный способ поиска причин редких заболеваний. Результаты многолетних исследований и наблюдений за сотнями юных пациентов с диагнозом диабет с орфанными заболеваниями выявили, что из-за сложности в постановке первичного диагноза лечить малышей могут неправильно. Это важно для семей, потому что если есть больной ребенок, они всегда хотят знать, какая вероятность того, что данное заболевание будет у их родственников или у других детей, которые они планируют. Все сведения о течении болезни теперь хранятся в цифровом облаке. На основе этих данных разрабатываются математические модели и алгоритмы анализа с использованием технологий бигдата и искусственного интеллекта. Это необходимо для выработки персонального курса лечения конкретного пациента. С помощью полногеномного секвенирования можно исследовать как варианты мутации, которые уже известны, так и смотреть какие-то новые варианты клинические еще неописанные. НМИЦ эндокринологии в числе первых начал работать с большими объемами персональной информации. В развитии накопленного опыта здесь создают интерактивный информационно-аналитический хаб. Если мы справимся с детским ожирением, мы значительно уменьшим число больных, вот эту эпидемию второго типа сахарного диабета, который наблюдается у взрослых. Признавая лидерство Федерального центра эндокринологии, врачи разных профилей, представители Казахстана, Бельгии, Германии, Польши, США обсуждают новые исследовательские направления. Уникальный опыт на интерактивной площадке международной конференции под достижением науки в практике детского эндокринолога. Внедрение прогрессивных методов терапии снижает смертность и инвалидность населения, а также минимизирует расходы государства на закупку зарубежных генотерапевтических фармпрепаратов.